Ииии всем привет и подписчики канала Umbrella Tech Incorporated, на связи Вескер, но это Shadow of Tomb Raider, и да, мы продолжаем с той же точки, с которой мы остановились. Пошли, Лара, не будем тянуть кота за резину. О, прямо сразу к анимации, мне нравится этот подход, молодец, Лара. О, а ты тут откуда? Ты же там с Сепи гулял. Ты же ему сказал отдыхать. Ну, по сути, да, реставрация. Реставрация сходится, прежде чем ступить на тропу живых. С ней что-то сделали? Как с той штукой в Мексике. Это путь к храму жизни. Иди, я буду здесь. Вдруг что-то найду. Хорошо. Вперед. Эбби, конечно, задаст его, не. Зогострады задаст, у вас был жару. Паплик открывается, ты. Близнецы, жизнь и смерть. Иона, я нашла храм. Отлично. Чёрт. Тринити уже здесь, пробиваются внутрь. Я пойду за ними. Так, я теперь начинаю понимать, что я не зря прокачал всё. А можно здесь пробежать? Или тут будешь им находить? Давай сначала я изучу это место. Тут пробежала насквозь, ничего не дала мне осмотреть. Так. Подождите, а я куда иду? А она чисто подняла. Я хочу изучить всю эту зону, потому что я чую, здесь может что-то валяться. А может здесь ничего и не быть. О, видите? Не зря. Прошёл ты насквозь сама. Без крови ищи, потом собирай. От жизни к смерти, от полнолуния к новолунию, этот храм служит стражем серебряного ларца. Вот раз открыла дверку себе и побежала прямо. А мне только... Иди, иди разгребай всё. Лишь кающийся пройдёт. Хорошо, я решил проверить, да? А могу и побежать прямо с тринги сражаться. Вот так вот и проверяй каждый раз. Я, кстати, удивлён, что местные жители тут столько живут, а не видели второй храм вдалеке. Он же буквально хорошо просматривается. Да, вот этот, конечно, тут закрывает обзор. Ну, заберите свою верхушку и сверху увидите другой. То есть не обязательно даже внутрь заходить. Честно, залезьте наверх. Наверх. Кишки-то особо любят на такие места лаза. Потому что наверняка бы увидел эту карабадину. Так. Ныряние. Нажмите А, чтобы прыгнуть. Затем Б, чтобы нырнуть. Ну-ка. Адекватно прыгает. Видел я тут один шортс, где показывали, как Ларкроф плохо ныряет. Шикарно ныряет. Ну, в первых версиях согласен. Там была фигня. Вот, не спорно. Наверное, у Ребековских. Последних. Но, более-менее надекватно нырять умеет. Хорошо. Так, больше ничего нету. Может, пиранью какую-нибудь поймаем. О, мост. Первый аванпост. Положите. Операция «Волк-одиночка» началась. Грузовики в пути. С чего вдруг такая спешка? Доктор Домингес. Здесь, в Перу. Достаточная причина? Достаточная. Да, командир. Простите, сэр. Так. Надеюсь, здесь. Дроны оказались слишком тяжелыми и резкими. Но с лодкой, думаю, проблем не будет. Хорошо, что ты тут. У нас проблема. Опять генератор? Займуй. Хочет, чтобы мы искали под водой? Он хочет, чтобы мы искали везде. Очевидно. Попробую их не трогать. Операция «Волк-одиночка» началась. Операция «Волк-одиночка» началась. «Волк-одиночка» началась. Попробуй всех по-тихому. Ну делся, ну пошел гулять, поплавал. Что-то не так. Надо посмотреть. Стой! Стреляйте без предупреждения! Наверняка где-то поблизости. Все, у нас потеря! Надо найти угрозка, который это сделал. Надо выяснить, что происходит. Вот нашла, молодец! Черт, нашел. А ну иди сюда! Вот так вот. Вот так вот. Хотел по-тихому, не дали. Ну ладно, пусть так. Никогда не дают по-тихому. А жили бы себе пропивающие, детужили бы. За 10 инстинктов выживания враги, отмеченные красным, находятся в поле зрения. Я не знаю. Я не знаю. Каких духов не валяется? Нигде. Если нет, идем дальше. Ага. Есть что-то. Господь заключил свой завет с Ноем и пообещал, что больше не будет уничтожать этот мир. Это можно истолковать так, что Он решил, будто люди наконец-то усвоили урок. Но так ли это? Кроме того, это можно истолковать и по-другому, что Он дал инструменты уничтожения самим людям. Мы в ответе за все живые души, а они теперь одурманены и осквернены. 4 тысячи лет прошло с тех пор, как мир был очищен от скверны. И мы собираемся снова принести в мир чистоту. Мы станем архитекторами нового мира. Мы проложим путь в рай для всех. Мы положим конец этому грешному, отвратительному миру. Знаете, тут какой-то бред вполне. С точки зрения логики даже просто элементарной. Допустим, Бог реально существует. Если Он не хочет упираться в собственной комнате, кто вы такие, чтобы упираться за Него? Мамочка, что ли, его? Вы никто. Даже с точки зрения элементарной логики они уже проигрывают. Кто-то они такие, чтобы решать за высшее существо. Путь живых пронесите в лагерь Тринити. Лара, ты цела? Да, здесь есть база Тринити. Эй, Иона, я... О, что ты натворил? Я же сказала, не сломай ничего. А, и я могу все объяснить. Лара, я с тобой больше свяжусь. Не делай глупостей. Началось. Прекрасно первый конфликт. У этих двоих. Я так за них рад. Так, ну это все сделано. Так. Пометка есть. Давайте дальше. О, я Таник Выживший упустил. Нет, я бегу обратно. Пока могу, бегу. Потом не до этого будет. Я-то себя знаю. Но я лучше сейчас схожу, сплаваю и заберу. Как я его упустил? Наверное, там же было невнимателем. Я могу тут проплыть? Могу, спасибо. Тринити подожду. Всегда ожидали, проблем не испытывали. Вот и все. Иди к П, пули. Что нашли? Отлично. Это надо. Это надо. Это очки. Это навыки. Это гигантская труба. Раз он рядом, лучше сразу забрать, я считаю. А там уже... Как пить-то, удобнее будет. Вот анимация еще немножко топорная. Чего ты на луку не залезаешь? Она вроде перевернется, стоит. Так, хорошо, здесь собрали. Теперь только одна дорога прямо. Обидно, что отмычки нам не дают. Вот реально. Я не знаю, что делать без отмычек. Мне отмычек вот не застает. Сколько сундуков нашел, а отмычек нет. О. Юная Крофт более активна и менее рассудительна, чем ее отец. Она умна, но ее меньше заботит значение и история артефактов, которые она ищет. Кроме того, она более склонна к риску. У нее нет детей или других родственников, поэтому она упорно преследует свои цели, что иногда превращается чуть ли не в навязчивую идею. Порой она может показаться импульсивной или непредсказуемой, но мы полагаем, что ее энергия, ее склад характера позволяют более легко и эффективно манипулировать ею, обещая ей сложные задачи. Любые имеющиеся у нее сведения о том, что Ричард Крофт мог утаить от Тринити, станут просто бонусом. Мы настоятельно рекомендуем завербовать ее. Свербовать. Так свербовать или манипулировать, молодые люди? Вы определитесь уже, чего хотите. Знаешь, зачем мы все закрываем? За тем, что командир Рурк приказал оцепить периметр. Никто не войдет и не выйдет. Я знаю, умник. Но ты понимаешь, зачем? За понимание мне не платят. Когда сюда прибудет разведка, может быть, нам что-то расскажет. Маскировка грязью. Донесение. Кому? Доктору Домингесу. Место поисков. Река Мазаруни, Гаяна. 5,82 северной широты, 59,47 западной долготы. Обнаружено доказательство переселения Майя. После тщательного расследования принято решение о прекращении работ в данной точке. Предпринятые действия. Точка затоплена путем изменения русла реки. Местные жители, нанятые для проведения работы, ликвидированы. Все следы присутствия уничтожены. Другое. Потасовка в соседней деревне. Необходимо применение летальных средств. Квадрат изолирован. Точка затоплена. Все выглядит естественно. В СМИ опубликована статья о разливе южноамериканских рек в связи с изменениями климата. Глобальное потепление. Наш лучший друг. Делаем по-тихому. Парвинир, это командир Рурк. Все перекрыто? Мы почти на месте. Все точки входа закрыты, баррикады почти установлены. Почти недостаточно. Немедленно оцепить периметр, чтобы муха не пролетела. Есть, сэр. Сэр, я могу узнать, что происходит. Разведка уже в пути. Отбой. До того, как мы потеряли связь, они и говорили, что происходит? Они спустились вниз и пропали? Да, они спустились. Скорее бы разведка прибыла. Так. Чертова дыра. Пойдем взгляну. Что там? Что-то здесь не так. Мы несем потери. А кому мы? Тут никого нет. Только ты. И твой друг. Бывший. Да, можно было проникнуть по-тихому, но, во-первых, эти тринти беде очень насочертили в Сибири. Поэтому нет, к ним жалости нет. Так, ой, будильник заработал. Так, минуточку я его вырублю. Вот так вот. Так, тык. Выключить. Все. Тут, походу, мне еще дадут коктейли молдва поделать. Я смотрю, мне это нравится. Так, куда он теперь? Так, стоп. Мы, получается, туда только-то. Так, сектор защищен. Осталось дождаться команды разведки. Тебе это не кажется немного странным? Угроза находится под землей, а мы защищаемся от атаки с воздуха. Все как обычно. Если что-то пошло не так, то это может быть что угодно. Крам тоже под нашей защитой. Не знаю. Такое чувство, что от охраны знакомой зоны перешли к боевой готовности по всей территории. После этой буре мы на все слишком остро реагируем. И правильно, что реагируете на все слишком остро. Как меня это бесит. Ненавижу это место. Похоже на город-призрак. Вот дерьмо. Кое-кто лапшу нам на уши вешает. И из-за этого мы, похоже, теряем парней. Бум, голову. Чёрт возьми. Как думаешь, что там случилось? Мы зачищаем сектор. Кто-то думает, что на них напали. В смысле? Там ничего нет. Точно. Мы что-то искали. Вдруг они это нашли, и это не то, о чём мы думали. Это были славные... Нет, не были. Они славные парни. Так. Надо будет издалека таковать. Вот реально, лук сейчас единственная хорошая штука. Команда разведки со всем разберётся. Давай проверяй. Не нравится мне это. Тут никого. Понял. Будьте на связи. Давай, смотри. Прекрасно. Что-то не так. И пока... Посмотрите и зачистите этот сектор. Я пойду за тобой. Вы только посмотрите. Украде. О, привет. Привет. Отлично. Отлично. Прекрасно. Вот он, перебавка, без коробки. Как они меня заметят? Я, видимо, вылез из кустов, и они меня увидели стоящую такую... Так, сектор защищён. Осталось дождаться команды разведки. Тебе это не кажется немного странным? Угроза находится под землёй, а мы защищаемся от атаки с воздуха. Всё как обычно. Если что-то пошло не так, то это может быть что угодно. Храм тоже под нашей защитой. Не знаю. Такое чувство, что от охраны знакомой зоны перешли к боевой готовности по всей территории. После этой бури мы на всё слишком остро реагируем. Это были славные... Нет, не были. Они славные парни. Так. Стена рухнула. Спустились слишком глубоко. Мало ли, почему связь. Что это было? Мог бы сказать, что отойдёшь. У нас потеря! Ненавижу. Оружие стою! А давай иди сюда! Неплохо. Ты хоть знаешь, что... Да, знаю! А ты знаешь, что я третий бью, а? Один! Подтверждаю смерть! Заобщики! Я их расстреляю чисто. Я их расстреляю. Всё. Я двух убью. Тихо. Так, сектор защищён. Осталось дождаться команды разведки. Тебе это не кажется немного странным? Угроза находится под землёй, а мы защищаемся от атаки с воздуха. Всё как обычно. Если что-то пошло не так, то это может быть что угодно. Крам тоже под нашей защитой. У нас потеря! Понял. Мы найдём того, кто это сделал. Надо смотреться. Можно было так? А я тут возился. Командир Рурк здесь, в Перу. Он приказал Тринити оцепить место раскопок за старой нефтяной скважиной. Хочешь узнать что? Да, посмотрю, что они нашли. Рурк был в Касумеле, когда Домингис завладел кинжалом. Должно быть, они догадались, что нужно искать тайный город. Да, реально, что ещё искать, как не Эльдорадо? Только Эльдорадо искать остаётся. Так, я ничего не упустил. Привычку всё время проверять. Полезная выречка, кстати, если что. Парди Вир. Уф. Спасибо за спуск по верёвке. Так, там никого нету. Путь живых исследуйте. Раскопы Тринити. Скорее, раскопки про Дивира. Здесь была бойня. Что случилось? Мало, наверное. Может быть, собаки. Мы же уже видели этих собак. А что они только не способны? О-о-о-о. Кому? Доктору Домингесу. Возможно, найден вход в храм на окраине Кувакьяку. Экскаваторы уже отправлены. Серьёзно? Такая маленькая записочка? Я понимаю, у древних инков их на их статуях смысл может быть короткий. Ну, как бы... условий передачи информации идти. Но всё же. Фреска. Так, а где фресочка? А фресочка за стеночкой. Как мне к ней пробраться? А только боитесь проход. Аккуратно. Это мне всё не нравится. Очередной мужик валяется. Там фреска. А там задница. Идём к фреске. Может, она прольёт свет? От смерти к жизни, от новолуния к полнолунию, этот храм служит вместилищем серебряного ларца. Чего это только сейчас было уже? Это что за самоповторы? Я мог потерпеть короткие записки, но что, самоповторы? Отказаться от такой фотки? Народ, вы что? Кто это такой? Лара Крофт и храм судьбы. О, хороший кадр. Давайте ещё... Яркость подкручу. Вот так вот. И с фильтрами поработаем. Вот серый вариант. В принципе, я могу, конечно, серый сам сделать. Хороший. У меня есть фильтры личные. Но, почему бы и нет. Тоже хорош. О, вот это мне тоже очень нравится. Может, сделать, наверное, накладку нескольких фильтров, потом их отсортировать. Очень ярко выйдет. Вот это реально хорошее место. Тут даже лару показывать не надо. А, то есть сейчас ничего не ломать, теперь Эбби там помогает. Расчищать все. О, тут буквально нефть разлита. Тут, кстати, нормально ты не выживешь. Тут пары нефти, знаете ли. Цифры на колоннах это первая половина каких-то дат. Ишь, чель слева. Чак, чель справа. Символы должны совпасть. Так, что, Мало ли, тут сейчас нефть ливанет. Я лучше с каждой поработаю по отдельности. Так, хорошо. Допустим. Спокойно. Вот о чем и... О! Здрасте. Ясненько все теперь, понятно. 3-1-3. А там... Надо подобрать символы. Ну, я подбираю соответствующие цветовые гаммы. Может быть на этом? А что будет, если я нажму неправильно? Еще одна дверь? Неужели еще не все? Конечно, не все. В общем, надо подбирать в соответствии с кодом, чтобы все смотрелось. Потом нажимаешь. Если что-то пойдет не так, тебе каранты. Старый добрый механизм. Так, вот здесь я правильно... Да, и надо было вот этот боковой. Он открылся. Теперь надо, видимо, вот этот с четырьмя дырками. Внизу черточка. Средний хрен поймишь. Ну, попробую. Должно сработать. Черт могла догадаться. Обошлось. Ясно. Там просто плоская черта идет. Что может быть служить плоской чертой? А, тут есть такая обыкновенная черта. Ну, хотя бы теперь мы знаем, что Ларис, что, в случае чего, помрет. Эй, Иона, как успехи? Тут неполная дата и изображение чель-чель. Здесь две даты и ищель. Кажется, левую дату я где-то видела. Фото из Косумеля. Может, это ответ? Смотрит изменение интерфакта. В долгом календаре майя у всех дат по пять чисел. Вот это число повреждено. Оно похоже на 13. Но если на самом деле это 8, то разница составит 2000 лет. И тогда созвездия будут располагаться совсем по-другому. Таким образом, звездная дорога ведет на запад. В Перу. А теперь можно, пожалуйста, перевод этого числа? Потому что я вообще не понимаю, как оно рисуется. Я вообще не разби... Последнее число на левой колонне — ноль. Это ноль? Иона, какая последняя цифра у Чакчель? Поперечная линия и две точки сверху. Семь, наверное. Спасибо. Ну, была не была. Чем дальше, тем опаснее. Прошли. Майямский календарь теперь наш. Красота. Изучаем все потихонечку. Я думал, сначала ты лабо отарил, оказался. Так, тут что у нас? Старая надпись. Майя не запрещали самоубийство. Более того, самоубийство считалось достойной альтернативой жизни. Поэтому человек, покончивший с собой, мог избежать подземного мира и сразу отправиться в рай, куда также попадали умершие другими достойными способами. В ходе жертвоприношения, в бою, во время родов и во время игры в мяч. В рай самоубийцу провожала и штаб, которую также называли женщина с веревкой. Она была богиней самоубийц, особенно тех, кто повесился, и изображалась в виде висящего в петле гниющего трупа. Больные? Ой, больные ублюдки. Имею право такое сказать. Они больные ублюдки. Так, тут что у нас? Так, а тут? Словом «балам» майя называли ягуаров. Майя обожествляли ягуаров, восхищались их величественной красотой и смертельно опасной грацией. В каждом из четырех углов деревни жители устанавливали акантуна идола. По ночам в деревню приходили пять баламов, ягуаров-хранителей. Четверо баламов вставали по углам рядом с акантунами, а пятый, самый маленький, командовал ими в бою со злыми демонами и призраками. Это местный аналог Наполеона, что ли? Любопытно. Иона. Привет, это Эбби. О, привет, Эбби. Я нашла фреску. На ней, похоже, изображено путешествие. Вход через пасть ягуара, вслед за змеем к Серебряному Оку. Ага. По пути паук и орёл, что поднимается к храму. Ну, насчёт остального не скажу, но пасть ягуара в этой стороне. Правда? Да. Статуя кошки. Большие зубы. А, вот и он. Лара, всё нормально? Да, я возвращаюсь. Отлично. Это путь к спрятанному городу. Кажется, здесь описана серия испытаний. Вход через пасть ягуара. Паук и птица, которая поднимается к храму и ведёт к змею с серебряным глазом. Тебе это понравится. Он Оку, что ли, предлагает Соби? Мы, конечно, не против, но я не знаю, как Лара. Речь о месте неподалёку. Два стража с клыками, два стража с ногами. Прямо в этой зоне. Один страж из тем и с другим. Он меня защищает. Два стража с клыками, два стража с ногами. Он меня защищает. Наконец-то. Открыт тайна монолита. У тебя только прямо. Я ничего не упустил по пути? Только лагерь. Кстати, заметьте, мы так близко к месту крушения оказались. Мы здесь рухнули. Тут рядом провинир. А, ну что? Они хотели помочь, да? Гады же какие. О, а тут что у нас? Подожди, Лара, что-то мне не нравится-то Коготь Орла Сидя на ветке, Лар может убить противника и затянуть его наверх А это разве не Ягуар будет? Добрый день Простой набросок храма возвышающегося посреди города Если прищурится, он напоминает змею А, то есть мы уже что-ли в змея? Красота сэкономена на пауках и арле Мне туда? Вы серьезно? Вы хотите, чтобы я туда прыгнул, да? Вы издеваетесь Это вы прям издеваетесь, зараза, да? Ладно Так, сначала осмотрюсь Только вниз Пакет из затопленных ран Скрытность под водой В воде прячьтесь в водоросок, чтобы избежать обнаружения хищниками Воздушный карман Тут еще пиради плавают Надо быть покоротнее Так, дайте я сориентируюсь по местности мне как бы туда бы надобно но я нашел сундук сокровищем которое конечно же не открою потому что у меня так давай-ка отдохни-ка а ясно и где я буду воздушные карматы походу проход нам закрыт будет когда он закрыт поэтому уж сейчас дверку я конечно открою себе на случай если надо будет убегать но рыбки тут пиради шустрые надо выбрать на душе вот сюда может нет конечно не откроется у меня же нет отмычки откуда я тут найду так не пролезть так давай-ка еще раз отдохни я не знаю сколько их хватает на воздух в репеди поэтому пока ничего не беру лишний раз понял 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 ты задыхаешься давай там на цивили да город большой я не спорю есть чтобы изучать тут грамотные пиранья я не хочу с этим возиться лишний раз ну хотя бы подышим и отдохнем золото тоже заберу а ну нефрит тоже хороший вариант ой все же зараза затопили здесь все а мне потом выискивай там что-то плавает надо сказать все деньги пусть пока отплывут вперед лара я стараюсь как могу лара терпи вот воздушный карманчик чуть-чуть остался давай 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 тут что-то реально валялось какой-то то ли золото драгоценности но замучаешься пусть сначала не откачает тут всю воду а я уже там потом приберу что нужно мне разве чтобы поизучать местность бы здорово интересно так это что такое ну золото я добуду давай спокойно хватит мне тут скулить чистый полноценный подводный данж вот это вот реально очень интересное решение я включаю так на сексуешь чтобы ничего не упустить а а стоп нет я думал поход по которому мы шли а мне еще сюда идти тащиться и тащиться ладно неплохо здрасте я забираю лара забирай вот это морская подводная прогулка через греба до пираньи что ж ладно давайте пока мы здесь с вами закончим неплохо сегодня мы с вами прошли загадки порешали водички поплавали нефти подухали все по чуть чуть все понемножку так что ребят надеюсь что вам понравилось лайк комментарий подписка на канал она здесь если что и смотрим наше видео по ларик рот буду все очень признателен всем до скорой встречи все пока удачи увидимся в латинской Америке удачи 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 а конечно вы Продолжение следует... 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 Продолжение следует...